Жили люди в старом доме, пока не попали под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако на этом их проблемы не закончились, а только начались. Люди остались без жилья вовсе. Об этой запутанной истории в одном из сельских поселений Аликовского района мы рассказывали в марте. Накануне суд определил, кто в данной ситуации виноват и что им за это будет. Март 2013-го. Шумшвашское сельское поселение. Видно, что этот дом не самый современный, но, судя по внешнему виду, вполне пригодный для жилья. Новая кровля, окна внутри, новая сантехника. Однако уже несколько лет дом пустует. Без предоставления временного жилья людей выселили под предлогом ремонта. А обратно так и не заселили. У родственников жила зимой, а летом в сарае кровать, стол, там чисто было. Хурова с одной стороны, там летний у нее сарай, я в зимнем. Там все вымыло, чисто, все, порядок. В 2010-м администрация поселения провела конкурс среди застройщиков. Но когда победившая строительная компания работы по ремонту почти закончила и получила часть денег по программе переселения граждан, начали всплывать интересные подробности. По договору застройщик должен был не ремонтировать ветхий дом, а построить новый, заявил правоохранительным органам глава поселения. Дом изношен на 75%, подтвердили эксперты. Ничего подобного в контракте не было. Конструкция изношена лишь на 39%. Парировал директор строительной компании. Вот так дом оказался под арестом, а решать спор взялись правоохранители. Директор общества с ограниченной ответственностью строимонтаж, Мисаутов, ранее неоднократно выполнял работу по муниципальным контрактам в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Он вступил в преступный сговор с главой шумшиварского сельского поселения Филимоновым. Через 9 дней после заключения контракта Мисаутовым и Филимоновым были подписаны акты выполненных работ. То есть фактически как подрядчик, так и заказчик подтвердили, что за 9 дней якобы был построен новый дом, куда было бы предложено переселиться гражданам из ветхого и аварийного жилья. В итоге на скамье подсудимых оказались и застройщики, и сам глава поселения. Мисаутову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Ганееву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 150 тысяч рублей. А главе шумшиварского сельского поселения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, без штрафа. Что ж, виновников наказали, однако больше всего пострадали жители. Гарантий, что и следующую зиму им не придется провести в сараях с коровами, никаких нет. Жилье им не предоставлено до сих пор. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика.